Всем привет! Сегодня я хотел задать вопрос. Вот у вас есть наверняка велосипед, но вряд ли вы по другим причинам смотрите мой канал. Если нет, то напиши в комментариях, что-нибудь придумаем под твой бюджет и под твою ситуацию. Если есть, однако, то напиши в комментариях, подойдет ли твой велосипед профи, который вот сейчас на Tour de France гоняется. То есть реально, или что бы произошло, если бы профи покатился бы, выбрал бы твой велосипед и на нем решил прокатиться пару этапов, или даже весь Tour de France. Что бы было с этим профи, дай мне знать в комментариях. Очень интересно, куда полет фантазии кого приведет. Но я поделюсь в видеоформе, потому что, собственно, могу, а вы нет, только комментарии. Но свой канал, конечно, тоже можно завести или снять видео для меня со своим снарядом, собственно, рассказав о нем и прочее, прочее. Это, как всегда, без проблем возможно. Собственно, что бы произошло, если бы мой трек Мадонн оказался бы на Tour de France, вот в таком виде, какой он есть, и если бы на нем катился какой-нибудь, ну, не суперзвезда, но и не тот человек, который отбывает номер. Что бы произошло с ним? Итак, во-первых, разберем ситуации критические. Соответственно, прокол или угодил в яму, колесо сломалось или еще что-нибудь такое. Скажем, остановимся на проколе. Что бы случилось при проколе? Приехала бы техничка, не своя, допустим, Mavic. Они бы сразу, сразу издалека определили велосипед на ободных тормозах, уже бы подготовили, соответственно, карбоновые колеса под замену. Но вот эти обода 27-28 миллиметров шириной. У кого-то, у некоторых производителей еще шире, а у Mavic, скажем, особенно под замену, вода узкий. И пришлось бы вот эти тормоза настраивать. Вот здесь три дырочки, вот здесь вот они настраиваются. Собственно, здесь вкручиваешь и клещ, собственно, тело тормоза сжимается, раскручиваешь, разжимается. Если бы этого не сделал бы тот, кто приехал на помощь, то, соответственно, тормоз прогибался бы вот до дропа и эффект его был бы сильно понижен. То есть это было бы тупо опасно или даже невозможно тормозить. Собственно, этот велосипед, тот в том виде, который он есть, обладает всем, что нужно профи. Пожалуйста, ваттметр. То есть это то, что используют профи. И у нас имеется Garvin, который все показывает. Так, сохраним тур, который я только что проехал. И план B, даже план B, конечно, нужно было убрать, потому что это лишний вес, у профи есть техничка. Следующий момент. Профи едет. Ну, возьмем, конечно же, спринтера, потому что этот велосипед вроде как аэро, и на нем спринтеры катаются в основном. Его оберегает всю гонку партнеры по команде. И этому спринтеру нужно кушать вовремя, пить. То есть заботиться о себе, подготавливать себя к спринту. Но вот здесь, в этом размере, скажем, Richie Port, ему нужен 50 размер вообще. Здесь бы не уместилась вторая бутылка. Или если бы она уместилась, то она бы была крайне маленькой. Около 400 миллиметров, миллилитров. Очень маленькая бутылочка. Приходилось бы тому, кто бутылки за гидротацией следит в команде, ему бы приходилось бы несколько раз за водичкой бегать. Кроме всего прочего, мы видим здесь колеса огромные, 65 миллиметров. В основном, да, они, конечно же, решают, если речь идет об аэродинамике. И последнем спринте. Это то, что сделает последние секунды. Особенно вот последний спринт немец, как его зовут, Бухман, по-моему, он дал на 26 секунд около 1000 ватт. И средняя скорость была 75 километров в час. Это скорость, при которой ничто, кроме аэродинамики, не решает. Конечно же, аэродинамика гонщика, аэродинамика велосипеда. И эти колеса могли бы привести реально победу. Но что делать? Остальные 180 километров. Эти колеса довольно-таки чувствительны к боковому ветру. Конечно же, это не lightweight, там ситуация была бы совсем ужасной, но все-таки. И здесь, конечно же, здоровый компромисс нужно было бы найти и остановиться, наверное, на 50 миллиметрах, 55, ну 60, наверное, как Bond Ranger XXX максимум. Эти 65, чуть повыше, не уверен, решает ли это все. Кроме всего прочего, эти колеса не отбалансированы, что тоже создает довольно-таки нервозный характер управления велосипедом. Эту проблему я бы с удовольствием решил, но силка не производит больше вот этот элегантный способ балансировки колеса, а другого, то есть элегантнее или настолько же элегантный, я не знаю. Если вы знаете, то пожалуйста в комментариях. Кроме всего прочего, этот велосипед в том виде, которым он сейчас есть, он довольно-таки тяжелый, как я уже говорил. Он весит сколько? Ну вот без ничего, 7,6 может килограмм. Это не настолько много, то есть полностью экипированные велосипеды на Tour de France весят примерно то же самое, но все-таки здесь можно было меньшим весом обойтись. И фактически Trek Madone 9, предыдущий, то есть его можно было использовать в весе Floyd 6,7-6,8 килограмм. То есть там можно было бы солидно сэкономить. Этот партейп от Bond Ranger тоже, и он весь порвался, елки-палки из-за жары, в том числе в этом году, была неприятная конечно в общем и целом ситуация. Это продолжает рваться, наверное в следующем сезоне обновлю. Довольно-таки время тратить все это дело, все это менять и прочее. Что же касается трансмиссии, наверное тоже бы для профи не совсем бы то, что ему подошло. Здесь спереди 50-34, сзади 11-28, впереди слишком мало, сзади слишком много возможно, 28 хотя довольно-таки универсальная кассета даже для профи. Однако спереди профи имел бы проблемы, особенно с переключением, потому что я нашел ту звезду, при которой овал, вот овальная звезда маленькая переключается на большую звезду без проблем. Я нашел ее сзади, она по-моему ну единственная, короче там все критично. Я стараюсь только на этой звезде переключиться обратно с большой, с маленькой на большую. Но вот эти все задумки блин не для профи. Профи это тот кто едет скажем в подъем на маленькой спереди и здесь где-то посередине и в какой-то момент решает атаковать и просто на всех по газах переключается с маленькой на большую звезду и эта трансмиссия должна вытерпеть. Собственно здесь не уверен, что так получится. Здесь нужно знать, как она переключается. Я знаю, я с этим проблем не имею. Проблемы первого мира для меня, но для профи это стоило бы возможно победы или какого-то места на подиуме. Вот собственно и все. Мой велосипед в общем и целом подошел бы, наверное, профи, я считаю, но не для тех, кто хочет бороться реально за топ место, за место на подиуме. Для этого нужно поменьше компромиссов. И трек Мадон, я уже рассказывал, это велосипед, который весь в компромиссах. Айсоспид эта штука, конечно, решает. Это все мягкое, все комфортно, все здорово, но велки-палки. Профи ездят на жестких и менее жестких. Ко всему адаптируют, что в конечном итоге. Это здорово для того, для меня, для любителей всех. Это реально прибавляет комфорта. Это крутейшая технология. Я ожидал ее в Эмонде. Но, собственно, в профи области это то, что добавляет лишний вес. Окей, дай мне знать еще раз, не забудь свои впечатления от своего велосипеда. Что бы было, если профи катился бы на твоем велосипеде. Доехал бы Эмонда вообще до конца. Это было все на сегодня. Огромное спасибо за внимание. Та-да. Субтитры сделал DimaTorzok